Но прежде чем мы закончим, вы хотите обсудить что-то ещё? Как насчёт того, что я ненавижу собственного сына? Прихожу домой, а он сидит перед компьютером в одних, блядь, трусах. Трафит время в каком-то чате, переписывается с таким же, блядь, задротом. Хихикает, как малолетняя школьница. Так и хочется расхуярить ему ебало. Родному сыну. Хорошо, что отца уже нет, он бы с этого пиздец как ржал. Над чем ржал? Над тем, какой у меня получился сын. Потому что Энтони не соответствует представлению вашего отца о том, каким должен быть мужчина? Его, моему, любому представлению. Знаете, и если бы Кармелла позволяла всыпать ей девять так, как мой отец мне, он наверняка бы вырос мужчиной. Как вы? Да, как я. Ну чё на этот раз? Завтра в 7 утра едешь по этому адресу. Спросишь мистера Каравала. Только что с ним созванивался. В 7 утра? Зачем будешь работать на стройке? Чего? Возить цемент в тачке. На улице? Да. Вообще-то зима на дворе. У тебя полно курток с капюшонами, как у баклажанов, которых ты смотришь по МТВ. Можешь надеть сразу две. Ну это фигня какая-то. Всё, что заработаешь, до цента твоё. За аренду мы тебе заряжать не будем. Поверь, платят там хорошо. Это профсоюзная работа. Просто хочу, чтобы от тебя была польза. Ты мой сын. И я тебя люблю. Но работу придётся бросить, когда я вернусь к учёбе. Ничего, там такое постоянно. Я могу искать работу в интернете. Не сомневаюсь. Но если завтра утром тебя не будет на стройке, я заберу у тебя машину, потом заберу одежду, а потом комнату, а потом еду, которую тебе готовит мать. И совсем скоро ты окажешься, блядь, на улице. Что ты делаешь? Завтра ехать в ней, наверное, будет прохладно, но я отбуксирую отсюда нахуй и порублю на куски на свалке. Полюбуйся. Ты за машиной вообще не следишь. Не испытывай моё терпение. Субтитры сделал DimaTorzok